Здарова, я Павел. Давай поговорим сегодня об оплате твоего труда. Собственно, непосредственно то, что ты получишь за выполнение своей работы. А теперь давай задать им вопрос. А 100% ты получишь? А все ли ты получишь? А ты уже проверял? А знакомый ли для тебя заказчик? Давно ли ты с ним работал? А какая гарантия на то, что даже если ты давно с ним работал, тебе заплатят? И это лишь некоторые важные вопросы из огромной тьмы очень важных. Есть несколько типов оплаты, через которые я прошел, сделал какие-то свои выводы и теперь могу тебе о них поведать. Оплата в конце. И это вроде бы как ситуация простая, классическая и не вызывает ни у кого сомнений. Но вот в чем дело. Очень много факторов влияет на то, а получишь ли ты эти деньги в конце. Давай я тебе расскажу несколько примеров в своей жизни, после которых мы уже сделаем какие-то выводы, а я повествую. Или подытожу. Мне люди сказали, все, окей, давай делай работу. В конце концов, типа, я тебе заплачу. Я делаю работу. Мне люди говорят, например, условно, скинь мне фоточку, видео, я тебе эту денежку пришлю. Мне оставляют ключ. Люди там убегают куда-то. Я, собственно, делаю какую-то работу. Скидываю фоточки. Мне говорят, все супер, молодец, окей, спасибо. Все, собирайтесь, бегите, я вам отдам денежку. И вот тут перед тобой стоит очень интересная ситуация. Тебе этих людей ждать или не ждать? Тебе же люди сказали, что вроде денежку скинуть. А какие гарантии? Предположим, ты останешься в квартире. И что, ты будешь в ней ночевать? Люди здесь делают ремонт. Им не обязательно здесь находиться. И более того, они сюда вряд ли вернутся. Может быть, ни сегодня, ни завтра. А может, и даже не через месяц. И что, ты будешь все это время что, караулить эту квартиру? Ну, у тебя есть ключ, ты можешь закрыть и забрать его. Но в итоге-то все равно, что? Деньги-то тебе не скидывают. И, собственно, вот и все. Ты можешь сказать, твоя ошибка заключается в том, что ты не заключил договор. Какой-нибудь, знаешь, там, неважно, каким бы он ни был. Так я тебе напомню. Ты живешь в России. А если ты живешь в России, то будет у тебя 24 договора. 38 расписок. И 54 судебных решения. Вероятность того, что тебе кто-то что-то отдаст, крайне мала. Более того, а ты готов отстаивать свои права в суде? А ты готов подать заявление в суд? А ты готов туда прийти? А ты готов потратить уйму времени на те деньги, которые тебе должны? Условно. У любого суда есть предварительная встреча или предварительное чтение. То есть, не основное заседание, а предварительное. Тебе на него нужно прийти, а тебе его должны сначала установить. Сначала эти документы нужно правильно подать. А ты можешь их неправильно подать очень много раз. А через очень много раз тебя, в конце концов, просто все могут завернуть. После того, как ты правильно подашь, будет предварительная встреча. А там заведут, не заведут уголовные дела. А вообще, в принципе, будет ли что-нибудь? Они скажут ли тебе это дело как бы не суда, а дело обычной полиции, собственно. Звоните им. А вообще, вам зададут вопрос, а у вас были хотя бы трудовые отношения, да, или ГПХ? А на чем вы заключали? А еще нужен вопрос четкий, а на какой бумаге вы все? Вы понимаете, я только начал, а проблем будет еще больше. А еще не забывайте о том, что какая-то из сторон будет проигравшая, будет платить судебные издержки. А с каждым новым делом они будут увеличиваться. А у человека вообще есть хоть какая-то прибыль? Если ты будешь с ним судиться как с юрлицом, а у него какая заявленная сумма, да, условно? А если это 10 тысяч? И все, с 10 тысячами, то все это дело и оплатят. И как бы все. Еще раз. 34 бумажки. 54 судебных решения вообще не гарантируют тебе оплату чего угодно. Самое лучшее это предоплата. Предоплата это стопроцентная вероятность, что не сольется твой заказчик, и он будет явно заинтересован в отношениях с тобой. Ну а тут уже все зависит от тебя и от твоей честности, ну и от готовности потом отвечать за полученные деньги. Давай я расскажу о некоторых стилях оплаты, которые мне стали удобными и которыми я пользуюсь сегодня. Все типы оплаты я делю на небольшие, долгосрочные, многодневные и однодневные, но крупные. Условно. За какую-то работу ты можешь получить там условно 3-4-5-6 тысяч рублей, либо ты можешь получить за одну работу там условно там 15 тысяч рублей, либо там собственно там 100, 200, 300, 400, да, но при этом 5 тысяч рублей ты можешь заработать за день, а 15 тысяч рублей ты можешь заработать за три дня, а также как и сотню ты можешь заработать за месяц. Я не знаю, как у тебя это все будет, но давай я тебе расскажу, как это лучше сделать. На собственном опыте после огромного количества кидалово, если вам интересно послушать мои истории о том, как меня кидали на бабки, пишите в комментариях, обязательно расскажу. Какой вариант я избрал для себя? Это будет только звучать замудренно, но поверьте, вам просто нужно говорить, что людям делать, и все, и они все это дело понимают. Если у тебя работа растягивается на несколько дней, ты четко сможешь прогнозировать, сколько дней ты потратишь на эту работу, условимся, что работа будет выполняться 4 дня. Условно, эта работа тебе будет стоить 20 тысяч рублей за 4 дня. Мы условились, да? Итак, как бы я это сделал? После того, как заказчик закупил необходимый материал, либо вы там обговорили условия, я прихожу на объект, ну, вы можете прийти в офис или, я не знаю, на склад или на встречу и тому подобное. Сегодня, вот в начале первого дня, я беру первую часть оплаты до начала работы, потом вторую часть оплаты я беру в конце этого дня, ну, то есть в начале и в конце этого дня, и потом каждый день утром я прихожу на объект, мне платят денежку, я делаю работу, на следующий день я прихожу, мне опять выплачивают денежку, и я опять приступаю к работе. Какой плюс для тебя и почему ты делаешь именно так? В моей специфике, а я говорю про электрику, в монтаже такая штука, что в самом начале ты делаешь самую грязную, самую сложную, самую тяжелую и самую дорогую работу. Что я имею в виду? Я прихожу и начинаю штропить стены, да, то есть я работаю с перфоратором, болгаркой и тому подобное. Это самая дорогая работа, потому как здесь там нужен там маска, фильтры, очки, наушники, амортизация перфоратора, болгарки, расходник в виде алмазного диска, буров, да, там дополнительные смазки и так далее. То есть ты работаешь уже непосредственно там. В первый день ты, в принципе, берешь стоимость работы непосредственно. Ну, то есть ты делаешь самую грязную, самую сложную, самую дорогую. Когда ты берешь деньги в начале дня рабочего, то ты работаешь как минимум за часть той суммы, которую ты за сегодня заработал. Согласись, потерять пять тысяч гораздо легче, хотя и не менее обидно, чем вообще не получить ничего. Почему я беру деньги в конце рабочего дня? Например, это дает гарантию мне, что я по-любому отбил этот день. А заказчику непосредственно будет жалко расстаться с этими деньгами, потому что он как бы, ты отработал один день, а он как бы заплатил уже за два. Таким образом, он уже будет гораздо более вовлечен и лоялен к тебе, в том смысле, что ему будет очень стремно потерять свои бабки, поэтому он отдает эти деньги и четко понимает, что он уже не спрыгнет, потому что он хочет вернуть свои бабки за то, чтобы ты завтра отработал. А на следующий день ты берешь опять деньги в начале рабочего дня, именно потому, чтобы не было такого, что когда ты закончишь рабочий день, тебе скажут, все, спасибо, сваливай, да, как в моей истории недавней, что все, спасибо, освобождаю помещение, мне больше твои услуги не нужны. Ты скажешь, типа, а где деньги? Они говорят, все, мы тебе заплатили достаточно, пожалуйста, уходи. Нет, вот именно поэтому я беру деньги в начале дня. Я не работаю в долг. И почему работать по предоплате лучше? Когда разговор идет о постоплате, то есть ты обязан выполнить работу, а вот заплатить тебе могут и не заплатить. А когда ты приходишь на объект, сбрасываешь фоточку себя, да, типа, здравствуйте, я пришел, жду оплаты, тебе сбрасывают денежку и ты приступаешь к работе. Таким образом, и человек уже заплатил деньги, ждет от тебя работу, и ты выполняешь работу. Я не беру в расчет мастеров и специалистов, мразей и ублюдков. Почему? Этим людям не нужно смотреть мои видео, это будет бесполезно. Я презираю разного рода мракобесов, которые портят жизнь нам, адекватным специалистам и исполнителям. В следствии этого мы берем денежку в начале дня и выполняем работу. Таким образом, мы первый день отработали за 50%, второй день за 75% и третий день за 100%. И в четвертый день, скорее всего, что мы закончим раньше, мы придем там заниматься исключительно косметикой, ну или там полноценный рабочий день мы отработаем, но в любом случае, мы все равно, как бы, можете поделить там не на 4, на 5 дней, да, чтобы у вас там каждый день все равно это все получалось. Эта система для меня стала самой удобной и комфортной при всей этой работе. А если человек, который вас нанимает на работу, не является хозяином квартиры, то можете вообще работать по полной предоплате. Уже такое было даже, вот даже не рассматриваю других вариантов, потому что были такие варианты достаточно часто, вследствие которых, ну, все заканчивалось неприятно для меня. Ну, хотя им тоже было не особо. Следующее. Если вы работаете со стройками, с какими вы работаете в суб-суб-суб подряде и так далее, всегда только по полной предоплате. Почему? Тоже был вариант, я прихожу на стройку, выполняю работу, скидываю фоточку видео, что вся работа сделана, жду, деньги не приходят, звоню, меня сбрасывают, пишу, меня кидают в блок-лист. Ну, я беру, короче, всю мою работу, я просто косячу кабель в нескольких местах и съебываю. Потому что денег нет, нет денег, нет работы. Все. Это единственное правило, которым вы должны руководствоваться, которое позволит вам сохранить свои деньги, силы, здоровье и тому подобное, а также материал. После чего деньги мне прилетают чуть ли не через 6 часов после происходящего. Чувак мне там начал угрожать, что-то там все испортило. Я говорю, чувак, нет денег, нет работы. Ты мне скинул деньги только сейчас. Как смог, так и сбросил. Мы так не договаривались. Именно поэтому теперь каждый раз, когда я прихожу на объект, я беру деньги вперед. Что касается оплаты, постоплата. Постоплата возможна только при небольших суммах. Я определил эту сумму и эта сумма до 5000. Если сумма работы до 5000 и заказчик непосредственный находится в пределах объекта, в котором вы работаете, то окей, возможно, постоплата и окей. То есть ты можешь с человеком работать напрямую. Если ты условно выполняешь работу до 3000-5000 рублей, ну хорошо, бери постоплату. Но в этом случае опять же будет не обидно, потому что потеря до 5000, ну как бы, это капец как неприятно, это очень немаленькие деньги, но это деньги, которые ты должен вкладывать в стоимость своей работы, как возможные потери. Потому что в бизнесе всегда возможны потери и, увы, и ты их должен укладывать. Работа с задержкой оплаты с людьми, с которыми ты долго уже взаимодействовал. Это тоже херня собачья. И я работал с чуваком, с которым мы очень мило, очень по-доброму и замечательно общались очень много времени, даже несколько месяцев. Мы работали на объекте, приятно, мило общались, перекидывались анекдотами, пошутейками, новостями и тому подобное. Он меня уже нанял непосредственно на работу. Тогда мы были, скажем так, в разных шарагах. Мы никак финансово не были связаны. А тут он меня нанял на работу, мы начали трудиться. И он всегда говорит, ты работаешь сейчас, я плачу тебе на выходных. Я говорю, ну да, ты парень-то нормальный, какие вопросы? Он мне платил, платил, платил. Сначала были запоздания в 2-3-4 дня, потом в 4-5-6 дней, потом запоздания в неделю, потом запоздания в полторы недели. После чего я сделал на него работу на 5 тысяч. Денег я не дождался. Ну, там примерно он должен был мне прислать там где-то в субботу-воскресенье. Он говорит, слушай, давай-ка ты выходи. Ну, типа, я же тебе платил до этого, никаких же проблем не было. Выходи, я тебе потом за 2 дня скину. Я такой, ну, в принципе, звучит адекватно. Я выхожу на работу, вот, выполняю работу и все. И чувак потерялся, зашкирился, кинул меня везде в блок-листы. И так далее. Все, я потерял десятку. Этот чувак мне уже платил раз 10, наверное, и никаких проблем не было. А тут как бы, здравствуйте. Поэтому разговоры о том, что мы уже с тобой давным-давно работаем и так далее, типа, не работают. И на них вестись вам тоже совершенно не нужно, не стоит. И даже не думайте. Это вообще не аргумент. То же самое касается, я сейчас работаю с человеком за городом. И мне должны были перечислить бабки за работу, но уже больше недели этих денег нет. Он уже со мной пытается договориться о выполнении следующей работы. Когда начинаются большие длительные задержки, я говорю, сначала деньги за прошлую работу. И предоплата за следующий день. Потому что я больше, типа, я ждать не буду неделю, полторы, две и так далее. Чувак потерялся и как бы предыдущих денег нет. И о новых речи не идет. Я потерял пятерку. Ну да, это очень немаленькая сумма. Но вот именно поэтому вам нужно очень серьезно относиться к той работе, которую вы выполняете. Мы поговорили про короткую работу. Мы поговорили про умеренно затяжную работу. Да, это 2, 3, 4, 5, 6 недель и дней. Давай поговорим про длительную работу. Тут вопрос о том, насколько вы плотно работаете с данным заказа. Бывают там ребята, которые работают один раз в неделю и закрывают там объект через 3 месяца. А есть ребята, которые работают чисто неделю, закрывают объект, получают деньги и уходят. Тут уже разговор о том, как вы опять же договорились. Оплата раз в неделю лично меня устраивает с трудом. Потому что один день это 5 тысяч, а 5 дней это 25 тысяч. И с учетом средних зарплат, 25 тысяч это очень немаленькая сумма. Если вы готовы потерять 25 косарей, я не готов. Я понимаю, что там люди, которые работают с огромными суммами, не могут себе позволить кидать каждый день по 5-7 тысяч. У них просто нет на это времени. Но, а готовы ли вы работать за большие деньги, скажем так, в возможной перспективе в будущем? Про оплату в течение дня умеренно длинных работ, да? Или, например, коротких. Если работа стоит больше 5 тысяч рублей, я беру половину в начале рабочего дня и половину в середине второй половины рабочего дня. Условно вам нужно выполнить разводку по электрике на кухне под кухонный гарнитур. Работа там условно стоит 12 тысяч рублей. Как только я захожу на объект, вот как только, да, я там ставлю сумки, я говорю, все, работаем? Он говорит, да. Я говорю, половину стоимости, половину потом во второй половине работы. Я беру половину в начале, и человек видит, что я работаю. Он видит, как я работаю, что я делаю, он слышит, видит, обращает внимание. Я останавливаю работу на половине, там, условно, да, там, после того, как выполнил все грязные работы или шумные работы и так далее. То есть, когда я четко осознаю, что половина работы выполнена, я говорю, вот, выполнена половина работы, собственно, вы за нее заплатили. Давайте вторую половину стоимости и погнали. Все довольны, ты все собрал и ушел. Я практиковал разные типы оплаты, но в любом случае, в конце концов, люди смотрят на то, что ты делаешь и как ты работаешь, и какой из этого итог. Людям плевать, в принципе, на систему оплаты. Про заморочки с оплатой. Многие люди говорят, что типа, ой, что-то так сложно, что-то это похоже на какую-то херню. Ты четко парируешь, что я имею большой опыт неприятных взаимодействий с заказчиком. Если вас подобная система не устраивает, тогда нам лучше не взаимодействовать. В любом случае, вы сможете, а, всегда находиться на объекте, вы сможете смотреть и контролировать то, как я работаю, что я делаю, как выполняю. Вы сможете смотреть. О том, когда на вас смотрят и вы работаете, об этом отдельный будет каст. Итак, об оплате. Если до 5000 берите постоплатой, не страшно потерять. Но можете брать и дробно. Половину в начале, половину в конце, либо половину в начале, вторую половину в середине работы. Если больше 5000, то однозначно дробите. Это 100%, потому что потерять большие деньги сложно и жалко. Если вы работаете несколько дней, берите какую-то дробную часть, условно, одну пятую в начале, вторую пятую в конце рабочего дня. Третью часть из пяти вы берете в начале следующего дня, четвертую в начале следующего дня и всегда в начале следующего дня. Если поделились странно, то окей, ну типа не рассчитали, справились раньше, окей, возьмите в конце работы. Если выполнить ее заранее, люди будут скорее счастливы. Это здорово, люди спокойно вам отдадут эти денежки. Если вы работаете на очень длинных пролетах, я не знаю, как вам взаимодействовать, но я вам настоятельно рекомендую работать исключительно по дробной предоплате. Таким образом, а, человеку будет не обидно, если что-то у вас пойдет не так, потому что он вам платит, вы работаете, он вам не платит и вы не работаете. Это и в его голове вполне понятно, и в вашей голове тоже вполне понятно. Работать постоплатой сейчас это исключительно заработок лояльности, но насколько вы готовы потерять такие немаленькие суммы для заработка лояльности, ну такое. Но опять же, если разговор идет о полуторах, двух, трех тысячах рублей, ну это, конечно, да, стрёмно эту сумму просить вперед, либо ее дробить, но все зависит от того, как вы это позиционируете и объясняете. Многие люди говорят, а что, нафига такие заморочки? У меня один ответ. У меня очень много плохого опыта, негативного, связанного с постоплатой, где меня в конце кидали. То есть я выполнял работу и меня кидали. Я не хочу этого повторения, поэтому я сейчас стою здесь, вот мой инструмент, вы там, или условно, вот мои фоточки, вот мое видео, оплатите, пожалуйста, работу, я к ней приступлю. Если нет, то мы никому, никто ничего не обязан, то есть я там, условно, ваш ключ кидаю вам в почтовый ящик и ухожу в освоясь. Если вам интересна какая-то основная подборка моих фраз, как я это парирую, ну, собственно, опять же, пишите об этом в комментариях. А, еще раз про договоры. Я напомню, мы живем в России, и сколько бы у вас не было договоров, на каких бы условиях ни взаимодействовали, в любом случае, что бы вы ни делали, вы, как исполнитель, по-любому потратите кучу расходников, ресурс своего оборудования, ресурс своего тела, потратите уйму времени, сил, здоровья, а в итоге получите шиш на постном масле, после чего вы еще будете бегать писать заявление, ходить в суды, пытаться там, что-то как-то раза, вам оно надо. Проще всего, вы берете деньги в начале работы, в середине работы, или там, в начале работы, в конце работы, все счастливы. Вы берете деньги, выполняете работу, человек платит за работу, вы ее выполняете, все. У человека мало моментов для манипуляций, а вас в плане плохого человека я даже не рассматриваю. Я таких людей осуждаю, которые занимаются подобной фигней, делают работу плохо, берут много денег и потом портят нам всем репутацию. Это неприятно, не хочу даже, неинтересно об этом говорить. Если вам понравилось и было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте несколько комментариев. Если было полезно и открыли для себя чего-то нового, если хотите поддержать меня и канал, все ссылки в описании, буду рад любой копейке. Рассказывайте об этом видео своим друзьям и знакомым, возможно, им будет полезно. Оставайтесь на этом канале, бейте в колокол вместе с подпиской на канал. И не пропускайте выход новых видео, дальше будет только интересней. Добра и счастья. Пока.